Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я расскажу тебе про новый скандал вокруг Бинанса, который начался с обвинений со стороны крупной криптовалютной биржи Coinbase. Кроме этого, сам генеральный директор Бинанса CZ рискует быть арестованным. Ну а закончу я историческим событием для биткоина, который может спровоцировать волну покупок биткоина целыми странами. Это очень большие новости, которые ты, возможно, пропустил. Ну а если тебе нравятся такие обновления по событиям из криптовалютного мира, не забудь поставить лайк. Это очень мотивирует меня создавать новый контент. Давай наберем, как обычно, 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Прежде чем мы перейдем к первой нашей истории, хочу сразу же предупредить, что первая часть этого видео не настолько важная для Бинанса, как вторая. Но это тоже стоит твоего внимания. Coinbase обвинил Бинанс в инсайдерской торговле. Директор Coinbase заметил более чем подозрительные движения денег ончейн. Директор Coinbase Конор Гроган обвиняет Бинанс в инсайдерской торговле, указывая на дампы токенов сразу же после их листинга. Кроме этого, он нашел свидетельство того, что сотрудники Бинанса покупали эти же токены прямо перед листингом. Конор изучил транзакции за полтора года и пришел к выводу, что кошельки сотрудников Бинанса накапливают криптовалюты, которые Бинанс собирается добавлять на свою торговую площадку, а затем продают их спустя 10 минут после листинга, получая колоссальные прибыли. Самый свежий пример произошел с токеном RPL 18 января 2023 года. Ву Блокчейн пишет, анонимный кошелек купил 6193 токена RPL за 10 минут до того, как Бинанс опубликовал объявление про листинг этой криптовалюты, затем продал их спустя 10 минут после листинга, получив прибыль более 55 тысяч долларов. Для транзакции использовались тезеры и эфириумы, которые прислали с биржи OKEX. Директор Coinbase Конор решил исследовать эти тезеры и эфириумы. Он написал, я изучил исходный адрес депозита OKEX и вот что я нашел. Первая транзакция это покупка токенов RARI на 900 тысяч долларов перед листингом на Бинансе и продажа их после листинга. То же самое происходило и с другим токеном ERN, который Binance собирался добавить на платформу. Мы видим еще один кошелек, который проделал все то же самое на 100 тысяч долларов. И еще одна транзакция покупки уже на 500 тысяч долларов токенов RAMP за несколько минут до выпуска объявления о листинге этих токенов на Бинансе. Наконец, еще одна транзакция, он скинул на нее ссылку, на этот раз с токенами GNO. Таких транзакций, которые явно делают инсайдерскую торговлю, можно найти множество. Они покупают конкретный токен за 10 минут до объявления о листинге на Бинансе и спустя 10 минут после листинга продают. В итоге, Coinbase обвиняет Binance в инсайдерской торговле. А я почему-то вспомнил, как совсем недавно двух сотрудников Coinbase посадили как раз-таки за инсайдерскую торговлю. И это стал первый случай ареста в криптовалютном мире за инсайдерскую торговлю. Но это еще не все. Около недели назад я рассказывал тебе о бирже Bitslata, о том, что ее создатель был арестован, а Бинанс оказался крупнейшим партнером этой биржи, обогнав даже самый большой Даркнет-маркет Гидру. Министерство юстиции США обвинили Bitslata в отмывании 700 миллионов долларов через Даркнет. Но, вот что интересно, более половины от этой суммы, а именно 346 миллионов долларов, были отмыты не через Даркнет, а через Бинанс. Это большое предупреждение Бинансу от США. Они арестовали гендиректора Bitslata за отмывание денег. CZ, кажется, тоже под угрозой. Похоже, он рискует повторить судьбу директора Bitslata. Или, возможно, ему придется заплатить огромнейший штраф финансовым регуляторам США. И от размера этого штрафа может зависеть работоспособность его бизнеса, самого Бинанса. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Лично я не думаю, что CZ прямо возьмут и арестуют, но вот оштрафовать могут. Как, например, криптовалютную кредитную платформу NECSA. Я не удивлюсь, если мы увидим такие же новости о Бинансе в ближайшее время. Мы видим, что финансовые регуляторы США хотят показать, насколько они сильны. Могут закрывать криптобиржи и шантажировать криптобизнесы. Они показывают, что они все контролируют. Но, как по мне, они просто испуганы. Да, они испуганы новой финансовой системой, которая строится параллельно той старой, над которой они имеют контроль. Но кроме них беспокоятся и такие финансовые организации, как МВФ, Международный валютный фонд. Международный валютный фонд заявлял, что криптовалюты угрожают мировой экономике и финансовой стабильности, а биткоин угрожает будущему банков. Что ж, это вполне резонно. Но почему они так обеспокоены? Да потому что у нас есть прецедент, который случился всего 4 дня назад. И это историческое событие. Президент Сальвадора заявил, что Сальвадор выплачивает долг МВФ в полном объеме и сразу весь. Знаешь, как ему это удалось? Да благодаря инвестициям в биткоин. Все смеялись, когда он покупал биткоин, а биткоин падал. Но теперь биткоин позволил Сальвадору полностью избавиться от долгов перед Международным валютным фондом. Биткоин это сделал. Ты просто вдумайся в это. Это первый случай в истории государства. Любого государства. Исторический случай. Этот факт еще больше взрывает мозги, если вспомнить о том, что все ожидали дефолта Сальвадора. Но биткоин спас эту страну. Сальвадор погасил гособлигации на сумму 800 миллионов долларов, несмотря на кампанию в СМИ, которая прогнозировала, что в стране будет дефолт. Как раз таки из-за чрезмерного доверия к биткоину. Но как тебе такая реклама биткоина? Биткоин спас Сальвадор. Избавил его от кредитной зависимости от МВФ. И вот почему финансовые организации мира, так долго контролировавшие целые страны, в том числе и Сальвадор, беспокоятся. Есть еще множество стран, которые должны миллиарды этому МВФ и другим международным финансовым организациям. И видя, что сделал и делает Сальвадор, они могут за ним повторить. Они могут начать покупать биткоин. Они могут начать усреднять свою позицию в биткоине. Каждый месяц покупать на фиксированную сумму и держать годами. Ведь у Сальвадора получилось. Таким образом, Сальвадор избавился от огромных долгов. Отличный пример для остальных стран, не так ли? На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...